роли 3-бет против регуляра обычно 4x не чуть крупнее не самая приятная текстура тут у него и 54 хорошо попадают езды базово всегда играть но и третье на любых тузык с текстурах просто всегда ставишь треть и поле показывает практика здесь не до рыжего это блефт всегда можно фолдить на рейзы подобные руки и не думать заблифовали его и все лежит в том когда ты поставил cb натерни чек спокойный него полно карманных пар которые платят 54 закрылась то 7 закрылась то 7 но я не думаю что и в этом большой есть здесь интересно поставить тоже супер маленькую какую-нибудь например 20 процентов и добрать с десяток девяток восьмерок допустим 65 ну получив рейс просто выбрасываешь и суть не в том что он заблифует нас но с девяток выбрали и суть не в том что он заблифует нас или отвали бы этот когда сделает рейс сутью в том что вряд ли он это и сможет делать с большой частотой которая сильно будет влиять на его и моего вот этого вали бы это моя задача когда его и бичу мелким сайзом получать колы от рук слабее 110 будут ребятить 8 основная причина что у оппонента уже не полный стек и я чаще хочу чтобы он заколил и мы с ним сыграли постфоб нежели он просто сдастся потому что я в позиции я все-таки ожидаю что у меня против него есть преимущество но вот колл от оппонента в холодную на бб это очень страшный колл это прям очень страшный колл и честно говоря даже не знаю что здесь делать потому что как раз такие колы делаю с руками типа туз дома туз король там дамы вальты ну еще и оппонент просто донка три четвертых при этом он 24 на 17 но у меня нет о нем инфы я просто пас сыграю дон в двоих это это очень сильная линия я не ожидаю так какого-то полного мусора увидеть слабого туза тоже не ожидаю а тузов которые меня бьют до пересеты их куча тем более проблема в том что как только хобби игрок ставит три четвертых фу вот особенно донгам большой шанс того что он поставит и терн а принимать ауин от мало известного игрока на терне ну точно нет желания вот за мной любитель у меня дома валет и в принципе я могу здесь с одной стороны трибетит с другой стороны сыграть колом колбу таки любители отскочил мы остались в хедзапе это интересно и вот моя рука она интересная играется опять же одном это у меня есть уезды кстати у него есть 78 что тоже неплохо но он никуда его не выкинет а здесь даже не 78 а 67 меня интересует думаю у меня даже хороший здесь чек рейс будет мне куча и потенциально рука может добавляться четыре флэше но в целом у него здесь есть флот из которыми он ставит и легко фолдит на чек рейс и это важная составляющая но вот собственно мы доехали у него доехал валет а у меня доехала у меня доехала до молит это хорошо поставим треть если него валет есть пусть трезит но если нет пусть не рейс ну и тут интересно что он не понимает моего диапазона вообще и сложно ли будет ему выбросить здесь валета я не знаю не подожду потанчить надо немножко осечка думаю валета не было это был чистый блеф коннектор и когда фиш не не открываю коннектор и когда фиш позе снутри и в пип 32 эти коннекторные руки там типа и то же самое касается там 910 с утг например если бы я был на утг они собственно эти руки они таргетятся ну как бы они играются больше на какие-то это дело что мы иногда попадете в пару там в этого любите тем вы играете но это больше такие руки которых там часто будут всякие гатшот и стрит дрона то есть такие полу дро руки на дро ориентированные скажем так из их реализация но значительно в большей степени зависит от наличия позиции чем реализация с теми же там король валет разномастными соответственно когда на вас позе будет фиш но зачастую коллировать на бат они или там если вы сидите на утг на катофе на мп реализация ваших вот таких полу дро собирающих рука на коннекторов это коннекторного типа типа рук от там 4 5 до 10 9 с ю тут она там более 9 с ю тут она сильно снижается реализация при этом плюс эти руки становятся более доминированными то есть если например регулярно бат они не будет ваш рейс утг коллировать 107 одномастными когда вы открываете 76 одномастный то есть у вас нет вот этой доминации по трипсу по 7x или по то против фиш будет коллировать эти тус 7 первое вы доминированы по парам типа вот вы 76 с открыли он заколил тус 7 вы уже доминированы по трипсам вы также доминированы против фишей по флэшам потому что если вы открыли король 76 с от чел заколил фиш на бат они король 7 с вы получается еще и доминированы по или король 6 даже с ю тут он заколил вы доминированы получается по флэшам у него много с ютовых одномастных высоких рук которые но когда вы соберете флэш у него тупо будет куча больше флэшей старше чем будет у рега в принципе там не будет этих колов вот при этом когда вы открыт но при этом наоборот вырастает его рук типа допустим король валет разное что когда вы открываете король валет разный у соперника наоборот вот эти все одномастные король x и валет x руки которые уколит который не должен колить вы их доминируете по парам и по трипсам при этом доминация флэш дро вам уже не важна потому что ну у вас просто разномастная рука который в принципе флэш только на одну карту собирает поэтому против фишей гораздо лучше скажем так если он сидит на bb на sb и вы будете на него в позиции вам в принципе пофиг вы можете в принципе и коннектор открывать хотя все равно их ну это это такая серограмма что доминации реально будет немало вот нужно это учитывать и по крайней мере на послопе с ними играть аккуратно но в принципе в позиции вывести эти руки в плюс против фиша который будет играть без позиции все равно не такая большая задача вот когда вы будете без позиции это реально задача потому что во первых он будет в позе с диапазоном который вас доминирует зачастую там блефовать у него не захочется плюс еще когда он будет в позиции коллировать этот фиш рек на бб какой-нибудь зачастую захочет доставить чтобы поиграть с фишом поэтому когда фиш в позе желательно занижать опен с этими вот коннекторными руками и расширяться в сторону разномастных сильных бродвейных карт больше покерводов и видеокурсов от профессиональных игроков вы найдете вип-клубе нашего сайта пекарь стас точка ком слэш vip друзья спасибо за просмотр и хорошего вам дня не забудьте подписаться на канал и поставить лайк данному видео